Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по праву является наследником традиций русского национального реалистического искусства. Для многих альма-матер стала не просто местом учебы, но и пространством, в котором сформировались крепкие дружеские связи. Выставка «Единение Суриковцы» в Национальной художественной галерее объединила на одной площадке работы выпускников вуза. Подробности у Ли Славиной. Простота в обыденности, пожалуй, главный источник вдохновения художников. У серии картин, посвященной убранству жилища, интересная предыстория. Мастер решил построить дом в деревне. Всё делал своими силами. Купил лес на корню, срубил деревья и возвёл строение. После окончания работ нужно было привнести в новое место уют. Я построил себе дом и сделал там русскую печку. Вот. И для меня вот этот печь, и когда она особенно топится, это символ, как бы вот, ну с этого всё начинается. Вот когда в древности, в пещерах, да, когда горел огонь, вокруг него все собирались, да, то есть это символ жизни. И вот эта печка для меня до сих пор. Я когда приезжаю в деревню к себе, я затоплю её и смотрю на неё, я оторваться не могу. Для меня кажется, что лучше зрелища нет. Хотел картинку сделать, чтобы поделиться этим со зрителем. Другая серия картин принадлежит Веронике Сукаян. Когда-то она написала несколько французских натюрмортов в технике живопись. В них присутствовали мягкие оттенки, реалистичное изображение предметов и игра света. Сейчас те же самые сюжеты выглядят немного иначе, потому что Вероника Николаевна решила выполнить их в ещё одной технике. Техника аппликации, да, наклейки цветной бумаги на картон, она потребовала и другого языка. То есть не просто повторять живопись, да, а уже и искать новую композицию, во всяком случае интерпретировать ту композицию, да, интерпретировать рисунок. Он стал более заострённым и выразительным, и даже экспрессионистическим больше, да, вот. И сам цвет, конечно, стал более напряжённым, вот. Вообще язык стал более условным. Дружеский союз художников Суриковцев существует уже много лет. По окончании учёбы каждый мастер выбрал свой творческий путь, свою технику и свои темы. Но объединяет авторов одно – верность традициям русской реалистической школы живописи. На одной площадке работы выпускников Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Идейный вдохновитель проекта – Иван Гембердов. Здесь и его работы. Например, триптих «Вера, Надежда, Любовь». Это картины, отражающие нерушимую связь поколений. «Нить? То, что вот эти ленты – это нить. А это на скрипке играет правнучка. Это моя дочь, Таня. Это не просто портрет, это именно связь поколений. Мы передаём, как в спорте эстафетную палочку передают, бегут. Одно поколение, второе поколение, третье. Вот это моя бабушка. Для неё прабабушка. Вот мы плясали раньше так, сейчас так. По-разному. Взгляд какой. Открытие проекта «Единение Суриковцы» состоялось в Национальной художественной галерее. Авторы работ поделились со зрителями истории времён учёбы в институте и рассказали о том, как развивается их жизнь в сфере искусства сейчас. Как сложно принять проект после Русского музея. Потому что хочется принять такую выставку, которая была бы самоштабна тому, что мы видели. И вот в этот раз нам это удалось просто на 100%. Выставка, которую вы видите, это выставка масштабная, яркая, уверенно она запомнится всем нам. В выставочном зале галереи около 100 лучших работ художников-суриковцев. Посетить проект и увидеть творение мастеров можно до середины сентября.